Они пришли, они не могут сказать, так, стоп, подождите, война в наши планы не входила. Мы вообще-то тут хотели инвестиционный климат у себя наладить, вон Ахмад Тауэр нам нужно было построить, нам нужно было привлечь инвестиции. У нас нет денег на строительство. И война, которую вы развязали, она явно не способствует тому, что эти инвестиции будут привлечены. Саламу алейкум, Томсо. Со всем уважением, брат, есть какие-нибудь доказательства истории с Адамчиком? Ведь экстраординарные утверждения требуют экстраординарных доказательств. Баркал, у алейкум ассаляму арамтабаркату. Того, что я утвердительно сказал, это все могу обосновать. Того, что я не сказал, а ты додумал, я это не должен доказывать. То, что я сказал, то, что я произнес или написал, это да, это я смогу обосновать. Вы так мечтаете об Ичкерии, но переместить вас в Афганистан и Сирию вы сойдете с ума. Любуйтесь, цветущий Чечник. Дорогой Роман Ше, зачем нам нас перемещать в Афганистан или в Сирию? Мы не хотим, мы хотим к Чечению. Почему вы пытаетесь постоянно привести как вот доказанный факт, неизбежность, что Чечение вне России, это вот Афганистан, Пакистан, Сирия. То есть, какие-то плохие примеры, Ирак вы приводите. Почему? Почему не Малайзия? Почему не Арабские, Обненные Арабские Эмираты, например, не Катар? Почему не Швейцария по ландшафту подходит? Почему именно вот какие-то плохие примеры? Почему Швейцария без России может жить и процветать? Тоже не имея, кстати, выхода к морю. Очень похожее у нас положение со швейцарцами. Географически и в целом очень мы похожи. И вот почему Швейцария может, а мы не можем. У нас должна быть Сирия, а не Швейцария. Почему вы в нас не верите? На самом деле, я, конечно, понимаю, что есть реально перспектива развития как в одну, так и в другую сторону. И, конечно же, нужно всегда учитывать, что риск того, что мы можем скатиться, он, конечно, тоже имеется. Но гораздо больше, если анализировать, трезво подойти к этому без всякой предвзятости, то гораздо больше шансов развиваться, потому что потенциал есть. Как минимум, есть все для вот этого хорошего стартапа. В принципе, есть сохраненные все необходимые признаки государственности. То есть, мы же не из ничего пытаемся что-то построить, а у нас это все уже есть. И для того, чтобы развивать экономику, чтобы развивать образование, науку, чтобы все эти моменты производства поставить, создать хороший инвестиционный климат. Все эти нюансы у нас, они есть, если нет какого-то давления от какого-то крупного соседа. Когда тебе не нужно там где-то согласовывать инвестиционные проекты, экономические какие-то реформы, законы ты можешь принимать выгодные для себя, а тебе не нужно смотреть, они противоречат, не идут ли они в противоречие с Конституцией России. И понимаешь, у чеченцев гораздо больше, на самом деле, шансов, если вот объективно посмотреть, шансов развиваться, если нет вот этого вот, сдерживающих вот этих вот факторов в виде России, ее законов, ее Кремля, ее населения, ее войн, которые не развязывают, этих санкций, которые на них возлагали. Это ведь все на нас отражается. А ведь всего этого бы не было, если бы мы сегодня не были оккупированы Россией. Никакие санкции бы сейчас чеченцы на себе не испытывали. Никаких проблем с передвижением у чеченцев бы не было, потому что они бы не передвигались российскими паспортами, которые стали токсичны сегодня во всем мире. То есть наоборот, у чеченцев были бы все шансы для того, чтобы развиваться. Но в то же время риски, конечно, они неизбежные, они всегда будут. Но это уже была бы наша ответственность. Если бы мы скатились на уровень каких-нибудь африканских, плохо развивающихся стран, банановых стран, как их называют, то это была бы наша ответственность. Мы получили бы этот результат ввиду собственных каких-то неправильных действий. А не потому, что в Кремле что-то неправильно сделали. Не потому, что Кремль куда-то там напал, развязал войну. Не поэтому. Мы бы получили бы и сами бы несли за это ответственность. То есть для нас это и психологически, это было бы гораздо легче. И мы бы сами могли, имели бы возможность это все поменять. А сейчас мы не можем этого сделать. Потому что мы находимся в оккупации. Кремль начинает войну, мы не можем сказать. Не мы конкретно, я-то могу. Но допустим, Кадыров и его власть, представители его иерархии, они пришли, они не могут сказать, так, стоп, подождите, война в наши планы не входила. Мы вообще-то тут хотели инвестиционный климат у себя наладить. Вон Ахмад Тауэр нам нужно было построить. Нам нужно было привлечь инвестиции. У нас нет денег на строительство. И война, которую вы развязали, она явно не способствует тому, что эти инвестиции будут привлечены. Поэтому мы как бы, мы пас. В этом не участвуем, давайте расходимся. Они не могут это сказать. Они обязаны в этом во всем участвовать. Поэтому, к сожалению, для кого-то к сожалению, для кого-то к счастью, Чечня, будучи независимой, имеет гораздо больше шансов на развитость, на хорошую экономику, социальную сферу и все остальное, чем будучи в составе, будучи оккупированной Россией. А неужели ты не понимаешь, что, отвечая на такие вопросы про Афганистан, Пакистан, что орки считают нас дикарями, террористами, сепаратистами, хотя сами убийцы, поэтому задают такие тупые вопросы. Конечно, я понимаю, понимаю, но поэтому я отвечаю на такие вопросы, давая понять, что орки в этой истории далеко не мы. И дикари-дикари тоже не мы. Так, Митран Диерал-Ладу написал, В общем, в целом, вопрос в том, что у нас сегодня много различных группировок, там партии, жаманатов, и все на словах, все хотят соответствовать исламу, но по факту мы не приходим. В чем проблема, он говорит? Почему нельзя договориться? Но проблема как раз в этом, в том, что люди по-разному понимают. То есть мы на словах говорим, и это ведь не только у нас эта проблема, это же уже почти 15 столетия эта проблема, все говорят, Коран, Сунна, но у всех свое же понимание этого, начиная от всевозможных религиозных икотечений, сект и так далее, ведь каждая из них апеллирует, что на Коран и на Сунна. И то же самое и у нас. Что бы мы ни взяли за основу, будь то религия, Коран и Сунна, будь то какой-нибудь документ в виде конституции или еще чего-то, будь то апеллирование на народ, нохчилла и так далее, все равно у каждого будет свое понимание в этом вопросе. Никто этого не отменяет. Мы не можем сделать так, чтобы мы все это понимали одинаково. Поэтому у нас не получится, мы должны вообще забыть об этом, что вот все те, кто там сегодня есть на политическом поле, что все эти люди объединятся и придут к чему-то одному, этого не будет, лучше это сразу, эти иллюзии оставить. Что единственное, возможно, это какая-то часть людей может прийти из-за этих даже противопоставующих сегодня всяких групп, даже среди них может какая-то часть к чему-то прийти, если будут убраны препятствующие вещи. И этими препятствиями где-то может быть человек, где-то может быть убеждение. И, к сожалению, эти люди, эти группы, они не готовы убрать эти моменты и прийти к этому. Поэтому мы сегодня сохраняем этот статус-кво между собой у нас. Да, мы очень разобщены в этом. И это сегодня, да, это наша беда. Однако это тоже такой этап, который мы должны пройти. Это, видимо, было неминуемо. Субтитры создавал DimaTorzok